Павел на суде Книга Деяний, 25 глава, 6 по 12 стих Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал «Ты потребовал суда Кесарева. К Кесарю и отправишься». Размышления. Часть 1. Безупречная жизнь. Книга Деяний. 25 глава. 6 по 8 стих. Некоторые иерусалимские иудеи приходят в Кесарию вместе с Фестом и на суде выдвигают против Павла много серьезных обвинений. Но они не в состоянии их доказать. Апостола ни в чем упрекнуть. Он ничего не нарушил и всегда готов дать ответ любому желающему. Совесть его чиста. Он чтит иудейский и римский закон. Как Христос, который был не повинен ни в одном из предъявленных ему обвинений, Павел тоже не виноват в том, что выдвигают против него иудеи. Всякий верующий должен подражать примеру Христа в этом мире. Хотя нас могут попытаться в чем-то несправедливо обвинить, Нам следует жить так, чтобы не давать ни единого повода для обвинений и упреков. Потому что придет день, когда мы будем держать ответ перед Господом. Какие грехи мешают вам жить? Где вы можете найти помощь, чтобы победить их? Размышления, часть вторая. Политика заглушает правосудие. Книга Деяний, 25 глава, с 9 по 12 стих. Политические интересы Христос начинают брать вверх над его правосудием. Правитель знает, что Павел не сделал ничего плохого, Но хочет понравиться иудеям. Хотя до этого он не удовлетворял просьбу их предводителей Отправить Павла в Иерусалим, Теперь он спрашивает узника, хочет ли тот предстать перед судом там. Павел хорошо понимает, что происходит и прибегает к своему праву требовать суда Кесаря. Будучи римским гражданом, он может представить свое дело императору. Проконсультировавшись с советом, Фест соглашается отослать Павла в Рим. Некоторые люди препятствуют установлению справедливости из-за своих эгоистичных устремлений. Но Божьи люди призваны поддерживать Божью справедливость и могут и остальных к этому призывать. Вы видели, как человек ведет себя несправедливо, а эгоистично. Как вы можете поощрять других действовать благочестиво и справедливо? Молитва. Отец Небесный, я хочу все более уподобляться по характеру Христу. Помоги мне быть Твоим истинным учеником, жизнь которого сосредоточена на Тебе. И пусть она во всем полностью служит распространению Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...